Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока по биологии – история и методы изучения клетки, клеточная теория, а также типы клеток. Сегодня на уроке мы узнаем историю изучения клетки, поговорим о том, какие методы применяются для изучения клетки, вспомним строение растительной и животных клеток, закрепим знания об основных органоидах клетки. Большинство организмов на планете Земля имеют клеточное строение. Клетка – это структурно-функциональная единица живого, способная к самовоспроизведению, для которой характерны все признаки живого. История открытия клеточного строения организмов. Открытие клетки произошло в середине 17 века. Тогда английский естествоиспытатель Роберт Гук с помощью микроскопа впервые увидел и описал клеточное строение растений. Рассматривая тонкий срез пробки при сильном увеличении микроскопа, Гук был поражен ее сложной структурой. Он писал, взяв кусочек чистой светлой пробки, я отрезал от него острым, как бритва, перочинным ножом очень тонкую пластинку. Когда затем я стал разглядывать его под микроскопом, я ясно увидел, что весь он пронизан отверстиями и порами. Эти поры были не глубокими, а состояли из очень многих маленьких ячеек, вычлененных из непрерывной поры особыми перегородками. Такое строение свойственно не одной только пробке. Этими словами в 1665 году Роберт Гук впервые сообщил о существовании клетки. Он же первым применил и термин «клетка» – «целлюла» для обозначения увиденной им клеточной стенки. Этот термин прочно вошел в биологию, а его открытие положило начало исследованию клеточного строения организмов. Дальнейшее изучение клеточного строения организмов связано с именем голландского исследователя Антуана Ван Левенгука. Линзы изготовленные ученым давали увеличение в 300 раз, что позволило сделать ряд больших открытий – описать бактерий, простейших, в том числе инфузорий, увидеть эритроциты, сперматозоиды. После публикации своих исследований Левенгук получил широкую известность как крупнейший ученый своего времени. Создание первой клеточной теории. Особенно интенсивно клетки стали изучать в XIX веке, что было связано с усовершенствованием микроскопов. В 1939 году, обобщив многочисленные микроскопические исследования клеток, немецкие ученые-зоолог Теодор Шван и ботаник Матиас Шлейден сформулировали основные положения клеточной теории. Первое. Все организмы состоят из клеток. Второе. Клетки представляют собой мельчайшие структурные единицы жизни. Третье. Клетки в организме возникают путем новообразований из неклеточного вещества. В некоторых выводах ученые ошиблись. В частности, положение о возникновении новых клеток оказалось неверным. Но основная идея клеточного строения организмов была правильной. После создания клеточной теории исследования клетки стали ведущими в биологии. Благодаря работам многих ученых было детально изучено строение клеточного ядра, проведен анализ важнейших биологических процессов, происходящих с клетками. Особенно значимыми оказались исследования немецкого врача и ученого Рудольфа Вирхова, который исправил и дополнил клеточную теорию. В 1858 году он обосновал принцип преемственности клеток. Каждая клетка происходит из клетки путем деления исходной клетки. Клеточная теория в основном была сформулирована. Однако методы исследования клетки были несовершенны, и наука о клетке еще не сформировалась в самостоятельную научную дисциплину. Цитология – это наука о клетке. На рубеже 19-20 веков возник и сформировался новый раздел биологии – цитология, от греческого «китос сосуд». Здесь клетка и логос – учение, наука, изучающая строение и функции клеток. Дальнейшее развитие этой науки было непосредственно связано с открытиями физики, химии и совершенствованием микроскопической техники. В настоящее время для изучения клеток ученые пользуются различными методами. Метод микроскопии дает возможность детально изучать внешний облик клеток, их микроструктуру. В световой микроскоп можно увидеть довольно крупные органоиды, например, ядро, митохондрии, хлоропласты, аппарат Гольджи. Электронный микроскоп дает увеличение в тысячу раз больше, чем световой, что позволяет детально рассмотреть структуру отдельных органоидов. Основные положения современной клеточной теории. Первое. Клетка является структурно-функциональной единицей живого, представляющая собой элементарную живую систему, для которой характерны все основные признаки живого. Клетки всех организмов имеют сходный химический состав и общий план строения. Третье. Новая клетка возникает в результате деления исходной клетки. Четвертое. Многоклеточные организмы развиваются из одной исходной клетки. Пятое. Сходство клеточного строения организмов свидетельствует о единстве их происхождения. Существует гипотеза, по которой все ныне живущие организмы, произошли от возникшей несколько миллиардов лет назад первой клетки. Благодаря ей в процессе исторического развития жизни появился на Земле зеленый покров, изменилась атмосфера, возникло все многообразие жизни, появился человек. Эта гипотеза объясняет удивительное сходство в клеточном строении растений, животных, грибов и микроорганизмов. Типы клеток. Первыми на пути исторического развития жизни появились организмы, имеющие самые маленькие клетки с очень простой внутренней структурой – прокариотные. Лишь позднее возникли более крупные и сложно устроенные клетки – эукариотные. Прокариотные – от латинского «про» – «перед», «раньше» и греческое слово «корион» – «ядро» или доядерные клетки. Это клетки, не имеющие оформленного ядра. В них выделяется лишь ядерная зона, содержащая одну молекулу ДНК. Прокариотные клетки характерны для бактерий и цианобактерий. Эукариотные – от греческого «эу» – «хорошо», «полностью», и греческого слова «корион» – «ядро». Это ядерные клетки, то есть имеющие оформленное ядро. Из эукариотных клеток построены растения, грибы и животные. Структура плазматической мембраны. Любая прокариотная и эукариотная клетка окружена снаружи плазматической мембраной. Она ограничивает живое содержимое клеток от окружающей среды. Плазматическая мембрана состоит из липидов и белков. Молекулы фосфолипидов образуют двойной слой. В него вкраплены молекулы белков, которые могут пронизывать мембрану полностью, располагаться на поверхности или частично, погружаться в нее. Такую структуру плазматической мембраны называют жидкостно-мозаичной. С наружной стороны с белками и липидами соединены углеводы. Предполагают, что их функция связана с распознаванием соседних клеток и соединением их друг с другом. Плазматическая мембрана способна изменять свою форму, так как липидные слои могут свободно скользить относительно друг друга. Благодаря этому пищевые частицы захватываются мембраной целиком. При этом происходит ее впячивание и отшнуровывание пузырька с захваченными частицами внутрь клетки. Фагоцитоз – это поглощение твердых частиц. Пиноцитоз – поглощение капель жидкости. Другим важным свойством плазматической мембраны является ее избирательная проницаемость. Через нее свободно проходят молекулы лишь некоторых веществ. Например, вода, мелкие ионы, кислород, углекислый газ проникают через плазматическую мембрану путем диффузии. От латинского диффузио – распространение проникновения. Обладая избирательной проницаемостью, плазматическая мембрана препятствует утечке внутреннего содержимого клетки, защищает ее, регулирует поступление веществ и обмен с внешней средой. Кроме плазматической мембраны клетки, бактерий, грибов и растений снаружи имеют еще клеточную оболочку. Эта неживая структура выполняет функции опоры и защиты. Она придает прочность клетке, ограничивает ее подвижность. В оболочке имеются поры, через которые идет поступление веществ извне. Растительная оболочка состоит из целлюлозы и является скелетом растений, а у грибов – исхетина. Строение прокариотной клетки. Клетки бактерий прокариотные, то есть доядерные. Снаружи они покрыты оболочкой. Она плотная, жесткая и напоминает оболочку растительной клетки, но состоит из другого вещества, похожего на целлюлозу. Снаружи прокариотная клетка может иметь дополнительные слизистые слои и капсулу, выполняющую защитную роль. Под оболочкой располагается плазматическая мембрана. Она образует внутри клетки впячивание в виде складок. С этими складками связаны процессы окисления и дыхания клеток. У цианобактериях на впячиваниях мембраны располагаются фотосинтетические пигменты. В них осуществляется процесс фотосинтеза. Генетический аппарат прокариотной клетки представлен кольцевой молекулы ДНК, нуклеотидом, которая не отделена от внутреннего его содержимого. Бактериальная ДНК во много раз меньше, чем ДНК у эукариотных клеток, а следовательно несет меньший объем информации. В клетке прокариот из всех органоидов имеются только рибосомы, которые обеспечивают процесс биосинтеза белка. Эукариотная клетка имеет сложное строение. Она состоит из трех частей. Плазматической мембраны, цитоплазмы с органоидами и ядра. Строение плазматической мембраны мы рассмотрели. Познакомимся теперь с другими частями клетки. Цитоплазма – жидкое содержимое клетки с находящимися в ней органоидами. Цитоплазма от греческого китос сосуд, здесь клетка, плазма образования. Основное вещество цитоплазмы – это вода. Ее содержание в некоторых клетках доходит до 90%. Цитоплазма живых клеток находится в постоянном движении, в циркуляции, что обеспечивает взаимосвязь всех органоидов и доступ к ним различных веществ. В цитоплазме эукариотной клетки располагаются мембранные и немембранные органоиды. К немембранным органоидам относят те, в построении которых не участвует мембрана. Это такие, как рибосомы, клеточный центр и центриоли, реснички, жгутики, микротрубочки. Мембранные органоиды клетки могут иметь одно или две мембраны. К одномембранным органоидам относят эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, лизосомы и эвакуоли. К двумембранным органоидам относятся митохондрии и пластиды. Эндоплазматическая сеть ЭПС представляет собой замкнутую систему многочисленных канальцев, цистерн, которые пронизывают всю цитоплазму. ЭПС разделяет клетку на отдельные отсеки, обеспечивает сообщение между частями клетки и транспорт веществ. Различают гладкую и гранулярную эндоплазматическую сеть. На гладкой ЭПС происходит синтез липидов и полисахаридов, например, синтез гликогена в животных клетках. На гранулярной ЭПС располагаются рибосомы, где происходит биосинтез белков. Синтезируемые вещества транспортируются по каналам ЭПС по всей клетке. Непосредственно с ЭПС связана и другая структура, это аппарат Гольджи. Он образован стопками уплощенных дисков и пузырьков. Здесь происходит накопление синтезируемых веществ, их упаковка и вынос из клетки. Аппарат Гольджи хорошо развит в клетках различных желез. Из пузырьков аппарата Гольджи формируются лизосомы, от греческого «лизиорастворяю». Эти мембранные пузырьки заполнены пищеварительными ферментами, которые расщепляют поступающий в клетку органические вещества – белки, углеводы, липиды и нуклиновые кислоты. Лизосомы встречаются во всех клетках растений, грибов и животных. Они обеспечивают дополнительным сырьем различные жизненные процессы в клетке. При голодании лизосомы переваривают некоторые органоиды, не убивая клетку. Такое частичное переваривание дает клетке ненадолго, некоторое количество питательных веществ. Иногда лизосомы переваривают целые группы клеток, ткани, когда это необходимо в развитии животных. Например, при утрате хвоста у головастика в процессе превращения в лягушку. К двумембранным органоидам клетки, повторим, относятся митохондрии и хлоропласты. Они имеют свои собственные молекулы ДНК, способны независимо от ядра клетки к биосинтезу белка и делению. Эти органоиды выполняют одну из наиболее значимых функций. Они преобразуют энергию в форму, которая может быть использована для реакции жизнедеятельности клетки. Метахондрии от греческого «митос» – нить и «хондрион» – зернышко, крупинка. Метахондрии характерны для всех клеток эукариот. Они достаточно велики, поэтому их можно увидеть в световой микроскоп. Метахондрии имеют продолговатую форму. Наружная мембрана у них гладкая, а внутренняя – складчатая. Метахондрии называют энергетическими станциями клетки. В процессе дыхания в них происходит окончательное окисление органических веществ кислородом воздуха. Выделяющаяся в этом процессе энергия запасается в синтезируемых в митохондриях молекулах АТФ. Хлоропласты от греческого «хлорос» «зеленый» и «пластес» вылеплены. В отличие от митохондрий, характерны только для растительных клеток, но встречается и у некоторых простейших, например, у «евглены зеленой». С этими органоидами связан процесс фотосинтеза. Хлоропласты несколько крупнее митохондрий и также хорошо видны в световой микроскоп. Форма хлоропластов двояко выпуклая. Внутри имеются многочисленные мембраны, на которых идет процесс фотосинтеза. Там же располагается пигмент «хлорофилл», придающий хлоропластам зеленый цвет. Кроме хлоропластов в растительных клетках есть лейкопласты и хромопласты. Хромопласты от греческого «хромо» цвет и «пластес» вылепленный. Содержат красный, оранжевый и желтый пигменты. Лейкопласты от греческого «леукос» белый и «пластес» вылепленный пигментов не содержат. Они находятся в неокрашенных частях растений. В лейкопластах запасаются питательные вещества. Кроме хлоропластов, хромопластов и лейкопластов в растительных клетках имеются еще и вакуоли. От латинского «вакуус» пустой. Это одномембранные пузырьки, заполненные клеточным соком. В клеточном соке растворены сахар, пигменты, минеральные соли и органические кислоты. В молодых растительных клетках вакуоли мелкие и их много. По мере роста несколько вакуолей сливаются вместе и образуется одна большая. Рибосомы – очень мелкие тельца грибовидной формы, в которых происходит биосинтез белка. Рибосома состоит из рибосомальной РНК и белков. Часть рибосом находится на гранулярной ЭПС. Другие рибосомы, так называемые свободные, находятся в цитоплазме. Во всех эукариотных клетках имеются полые цилиндрические структуры микротрубочки. Они состоят из белков. Из микротрубочек формируются некоторые органоиды, например, клеточный центр. Клеточный центр обычно располагается вблизи ядра и состоит из двух перпендикулярно расположенных центриолей и центросферы. Центриоли от латинского «центрум» – «середина» – это небольшие цилиндрические органоиды, стенки которых образованы микротрубочками. Центросфера состоит из одиночных микротрубочек, образующих ореол вокруг центриолей. Клеточный центр принимает участие в делении клетки. Из его микротрубочек образуются нити вередина деления, обеспечивающего равномерное распределение хромосом в дочерних клетках. Клеточный центр встречается в клетках животных и низших растений. Органоиды движения клетки – реснички и жгутики. Они характерны в основном для одноклеточных организмов, но имеются и у некоторых клеток многоклеточных организмов, например, в ресничном эпителии. Реснички и жгутики представляют собой выросты цитоплазмы, окруженные плазматической мембраной. Внутри выростов находятся микротрубочки, сокращение которых приводит клетку в движение. Кроме органоидов в цитоплазме клетки могут находиться и различные включения, которые не относятся к постоянным клеточным структурам, а образуются временно, например, капли масла, крахмальные зерна и другие. Регуляторным центром клетки служит ядро. Оно отделено от цитоплазмы двойной мембранной ядерной оболочкой. В ядерной оболочке имеются ядерные поры. Через них осуществляется связь между органоидами цитоплазмы и ядром. Внутри ядро заполнено ядерным соком, в котором находятся молекулы ДНК. В ядре они неразличимы, так как имеют вид тонких нитей. В ядре также можно увидеть одно или несколько темных округлых образований – ядрышки. В ядрышках происходит сборка рибосом. Ядро регулирует все процессы жизнедеятельности клетки, обеспечивает передачу наследственной информации. Здесь происходит удвоение ДНК, синтез РНК, сборка рибосом. Ядро характерно для всех клеток эукариот за исключением специализированных, например, зрелых эритроцитов. Итак, ребята, мы сегодня с вами узнали историю изучения клетки, поговорили о том, какие методы применяются для изучения клетки, вспомнили строение бактериальной клетки, сравнили растительную и животную клетки, рассмотрели основные органоиды клетки. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания!